МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Накануне Дня Учителя в городской администрации чествовали педагогов ульяновских школ. Учителя с многолетним стажем работы, представители учительских династий и классные руководители, ученики которых показали высокие результаты на итоговые аттестации и олимпиадах. С профессиональным праздником гостей поздравил глава города Сергей Панчин. В 2017 году мы заложили рекордную сумму по подготовке школ более 180 миллионов рублей. Этого никогда не было. И мы прекрасно понимаем, что без современной техники, технологии, без современных методов обучения мы, конечно же, не получим достойных молодых людей, те, которые бы двигали наш город Ульяновск, Ульяновский регион, вперед. Поэтому разрешите мне от имени исполнительной власти, от имени депутатского корпуса. В Ульяновске функционирует 83 общеобразовательных школ, в которых работают почти 3,5 тысячи учителей. Особо отличившихся педагогов наградили благодарственными письмами и почетными грамотами администрации. Одна из награжденных – учитель русского языка и литературы гимназии номер 30 в железнодорожном районе Елена Москаева. По ее словам, быть учителем – это не только проводить уроки и проверять тетради, а возможность реализовать свой творческий потенциал. Профессия учителя – это особая профессия. Нельзя быть учителем с понедельника по пятницу, нельзя быть учителем только на уроках. Учитель – это состояние души. Учитель – это, ну так наша жизнь устроена, да, это зов сердца. Для своих учеников Елена Александровна – пример для подражания. Ребята видят увлеченные глаза своего учителя и сами бегут на уроки получать новые издания. Мы уважаем Елена Александровна и очень любим ее. Я тоже хочу стать учителем, как Елена Александровна. Наш классный руководитель – это не только один из учителей, это наставник, вторая мама, школьная мама. Елена Александровна, она нас поддерживает, переживает, делит наши взлеты и падения. Уже завтра педагоги будут принимать поздравления от своих подопечных и их родителей. Во многих школах старшеклассники поменяются местами с преподавателями, чтобы провести уроки самостоятельно. Конечно, не обойдется без праздничных концертов. Анна Тищенко, Новости Ульянской правды.